Привет! Меня зовут Алина, я эксперт по путешествия интерагентства HTKZ. И сегодня мы вылетаем в Турцию для того, чтобы показать, что и зимой там есть чем заняться. Есть множество экскурсий и мест, которые можно посетить. И вы убедитесь в этом вместе с нами. Представляем вашему вниманию три причины, почему стоит ехать в Турцию зимой. Первая – понижение цен. По причине низкого сезона, цены на авиабилеты и проживание сильно падают. А это значит, что путешественники смогут насладиться первоклассным отдыхом в лучших отелях Турции по доступным ценам. Путевки стоят намного дешевле, чем летом. Расценки на экскурсии по достопримечательностям тоже значительно снижали. Меньше туристов – это отличная возможность, чтобы посетить исторические достопримечательности без ожидания в километровых очередях. В экскурсионных группах намного меньше людей, чем летом. Теплая погода. Погода здесь очень мягкая. Конечно, в море не искупаешься. Но если вы периодически практикуете моржевание, то вперед. Средняя температура воздуха составляет приблизительно 12 градусов тепла. У многих сейчас должны возникнуть вопросы. Как посетить Турцию во время пандемии? Какие условия посещения для жителей Казахстана? Безопасно ли путешествовать? Для посещения страны туристам нужно иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. При этом он должен быть сделан в течение последних трех дней. Детям до 6 лет делать ПЦР-тест не нужно. По приезду нет необходимости соблюдать карантин в номере отеля. Путешествовать абсолютно безопасно. Салоны самолетов оснащены специальными фильтрами, которые убивают вирус. Даже самые известные достопримечательности страны сейчас абсолютно пустые. Однако, рекомендуем подстраховаться и соблюдать правила социального дистанцирования и масочного режима. В этом нет ничего сложного, не правда ли? Ну что, поехали? Нас ждет Анталия, сказочная Каппадокия и величественный Стамбул. Анталия встретила отличной погодой в 14 градусов тепла. Местным такая погода считается прохладной, а жителям Казахстана вполне весенней. Путешествие в Анталию зимой идеально подойдет туристам, которые не переносят летнюю жару и палящее солнце. Мы остановились в отеле Беллис Делюкс, 30 километров от международного аэропорта Анталии. На второй день у нас была обзорная экскурсия по известным достопримечательностям Анталии. Первым делом мы отправились на живописные дюденские водопады. По-другому его называют «Корпус Калдеран». Мы приехали на водопад, он работает, его не отключают зимой. Мы находимся на водопаде «Корпус Калдеран», что в переводе означает «Крыкающий арбуз». И даже зимой сюда можно приехать для того, чтобы сделать классные фотографии и посмотреть, как самый высокий признаводный водопад попадает в море. Затем мы посетили арку Адриана, местную триумфальную арку, которая находится в самом сердце Анталии. Сзади меня находится арка Адриана. Она была построена во II веке нашей эры при правлении императора Адриана. На данный момент она является одной из самых ярких достопримечательностей Анталии. Узкие улочки Анталии наполнены уютом, и прогуливаться по ним одно удовольствие. Коты лениво греются на солнышке, а на земле лежат поспевшие апельсины. На самом деле нереально круто, что сейчас мы идем практически одни по этим улочкам, что сейчас очень мало туристов, очень мало людей, и ты как будто бы один находишься вот в этом городе. Это такие непередаваемые эмоции на самом деле. Следующим пунктом нашего путешествия стали смотровые площадки. С них открывается волшебный вид на воду Средиземного моря, которые окружены величественными горами. За самым красивым видом отправляйтесь на самую высокую смотровую площадку Анталии. Сейчас мы находимся на самой высокой смотровой площадке Анталии, куда открывается просто нереальный вид на весь город. А справа на нас с вами смотрит Мустафа Кемаля Татюрк. Путь из Анталии в Каппадокию мы преодолели на машине. По пути мы заехали в небольшой городок Кони, где посетили мавзолей Мевляны. Сейчас мы находимся в святом месте, где жил и преподавал Мевлана основатель суфизма. И здесь же он похоронен, он и его вся семья, и поэтому посещая это место, чувствуется просто нереальная, очень сильная энергетика. Следующим пунктом нашего путешествия стал караван-сарай, где часто останавливаются паломники. Это место с огромными высокими потолками называется караван-сарай. Здесь кочевники могли получить кровь, защиту и питание, что самое важное, потому что они выходили рано утром на рассвете и приходили сюда, когда садилось солнце. Также мы успели посетить подземный город, построенный во втором тысячелетии до нашей эры. Мы приехали сегодня в подземный город. Я, честно, я не знаю, что нас ждет, говорят, что это узкие-узкие тоннели. Этот город уходит на глубину в семь этажей, но открытые только три. И для тех людей, у которых холострофобия, абсолютно запрещена эта экскурсия. Если вы сюда поедете и увидите вот такую вот табличку, то туда вам идти абсолютно не нужно. Идти нужно только туда, где будет зеленая табличка. Давай запрестим пол. Пойдем, пойдем. А дальше тупик. Если не стоит зеленая стрелочка, не ходите, потому что можно просто по вот таком вот очень узком проходе оказаться. На второй день мы сделали то, чем должен заняться каждый турист, который приезжает в Каппадокию. Конечно, речь идет о воздушных шарах. С высоты птичьего полета открывается великолепный вид на заснеженные пейзажи. Зимой тут круче. Другое очертание придает Каппадокии. Итак, мы приземлились. Мы отлетали почти целый час на шаре. Это незабываемо. Это непередаваемые эмоции, когда ты летишь на шаре и встает солнце. И это розовое нереально переливающееся небо. Знаете, то, что вы видите на картинках, это еще круче в сто раз, в миллион, тысячу раз. После того, как мы приземлились, ребята открыли шампанское, облили нас и выдали вот такие вот именные сертификаты каждому. Покупайте эту экскурсию, летите, вы получите столько впечатлений, которые перекроют абсолютно все, даже замерзшие ноги. Далее мы посетили национальный парк Гюреме. Это самый настоящий музей под открытым небом, который расположен в самом сердце Турции. Он занимает большую часть территории Каппадокии, а его площадь составляет почти 10 тысяч гектаров. Национальный парк Гюреме включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы приехали в духовный центр Каппадокии, который находится в поселке Гюреме. Здесь расположено очень много церквей. Здесь есть женский и мужской монастыри, скажем так, были. Здесь люди жили, здесь люди молились. И некоторое время это место было центром паломничества. Сейчас здесь можно погулять, здесь можно почувствовать эту энергетику, эту атмосферу. Посмотреть на фрески, которым более тысячи лет. Но будьте аккуратны, фотографировать и снимать можно не везде. Сзади меня долина любви. Но мы сами испортили это понятие из-за формы торчащих оттуда столбов. Каньон очень красивый. У меня, как всегда, нет слов. Ну, слова есть, но они все в основном нецензурные. А на самом деле очень красиво, тихо, спокойно. Только ветер нежно колышет ваши волосы. Следующим пунктом у нас идет экскурсия на джипах. Мы путешествовали по заснеженным долинах Каппадокии на внедорожник. Это даже трудно описать словами. Мы считаем, что каждый должен попробовать это сам. В Каппадокии можно взять экскурсию на джипах с личным водителем. Такая экскурсия очень понравится любителям красивых видов и не боящимся экстремальной езды. Программы бывают разные. Минимальная стоимость экскурсии 60 долларов. И за эту стоимость вы получите миллион красивых фоток и массу незабываемых эмоций. Горная мастерская в Аванасе – это семейный бизнес уже шесть поколений. Основал ее знаменитый турецкий мастер по имени Галиб Керечку. Сейчас в мастерской выставлены 3000 различных керамических изделий. И в мастерской мы впервые попробовали научиться гончарному делу. Я всегда хотела попробовать это сделать, когда смотрела какие-то передачи по ТВ. И сейчас мне это удалось сделать. И знаете, это кажется, что все так просто и глина в руках у тебя принимает форму, которую нужно. Но это абсолютно не так. Это очень сложный, трудоемкий процесс. И нужно обладать колоссальным терпением и мягкими руками, которые потом придется отмывать. Но это тоже здорово. Турецкая ночь в Каппадокии – это интересное шоу. Здесь мы впервые увидели танец дервишей, который называется Учисар. В Каппадокию очень легко влюбиться. Погода там была немного снежная, но это не помешало нам насладиться интереснейшими экскурсиями. Мы успели посетить Конью, Мавзолей Мевляны, Кирван-Сарай, Подземный город, Национальный парк Гереме и гончарную мастерскую в Аванасе. Мы полетали на воздушном шаре, попробовали джип-сафари. Совсем скоро мы отправимся в последнюю точку нашего путешествия – город Стамбул. Наше знакомство со Стамбулом начинается с прогулки по величественному Босфору. Сейчас мы приехали в самую большую мечеть Стамбула, которая называется Чамлуджан и вмещает в себя до 65 тысяч человек. Пойдем посмотрим. На входе в мечеть нужно будет разуться. Здесь есть такие камеры хранения, куда вы можете убрать свою обувь. Запомните обязательно, потому что их здесь очень много. И пойдемте зайдем вовнутрь. Мы успели посетить дворец Топ-Капы. Он был возведен на месте древнего дворца византийских правителей. А вы знаете о мече Давида, о посохе Моисея и о мече пророка Мухаммада, о частях Каабы, привезенной из священного города Мекки? А что если вам скажу, что все это вы можете увидеть во дворце Топ-Капы, который находится в Стамбуле? Здесь хранятся все оригиналы этих реликвий, и вы можете увидеть это все своими глазами. Дикая усталость, но в то же время очень много эмоций, очень много красивых мест мы увидели. Действительно, которые хранят и несут в себе историю многих поколений, многих веков, многих тысяч лет. Это стоит того, чтобы посмотреть, того, чтобы прикоснуться к истории, скажем так. И еще один большой плюс путешествовать зимой, потому что здесь сейчас нет очередей, мы не стояли в очереди ни в один храм, хотя в другое время эти очереди составляют от часа до двух часов. Сейчас 9 утра, и мы решили выйти пораньше, чтобы как можно больше погулять и показать вам, что кроме достопримечательностей в Стамбуле очень много классных мест, где можно сделать кучу фотографий. Мы отправились на площадь Тексим, откуда начинается знаменитая улица Истекляль, где расположено много магазинов. Также по этой улице ходит исторический трамвай. Гуляя по району Балат, мы нашли кафе с интересным названием Нафталин. И сейчас мы хотим здесь попробовать национальный турецкий кофе, который называется Дибек. Говорят, он очень-очень крепкий и такой прям ядрененький. Сейчас попробуем. Мы получили свой заказанный турецкий кофе, сейчас я буду его пробовать. Очень интересный вкус необычного кофе. Немножко вяжущий, чуть-чуть рубковатый, но классный. Последним пунктом нашего путешествия по Стамбулу стал Гранд Базар. Это настоящий восточный рынок. Он представляет собой огромную площадь, которая раскинулась на несколько кварталов. Здесь нам удалось попробовать вкуснейшие восточные сладости и антикоронавирусный чай. Обалденно, просто вкусно. Мукум вкусный, чай вкусный. Наше путешествие по зимней Турции, к сожалению, подошло к концу. Мы посетили три чудесных города. Первым из них была Анталия. И, как оказалось, Анталия – это не только место для пляжного отдыха, но и куча классных мест, улочек красивых, где можно погулять, а также место, где можно сделать красивые фотографии на память. После этого мы поехали в Каппадокию. Каппадокия – это вообще город-сказка, потому что там очень много невероятных сооружений, которые были сделаны самой природой. Там есть гостиницы, которые выстроены прямо в скале. Ну и, конечно же, это прогулки на воздушных шарах, что, я думаю, оставит у вас кучу-кучу просто позитивных эмоций. После Каппадокии мы отправились уже в Стамбул. Это была наша конечная точка. И Стамбул – это город, полностью пропитанный историей. Но даже несмотря на это, он очень большой, он очень живой. И помимо исторических мест, там есть клубы, бары, рестораны, магазины для шоппинга, где вы можете купить очень классные брендовые вещи по очень интересным ценам. Подводя итог, хочется сказать, что в Турцию зимой ехать можно, нужно. И она вам очень понравится, потому что температура комфортная, не так много туристов. И, в принципе, весь этот колорит вы ощутите именно зимой. Подписывайтесь на наш канал, вас ждет много интересных вещей.